Приветствуемая армия, с вами Лего Стайл номер 1 и, о чудо, ещё один Хауту. Сегодня у нас новый член команды. Я хочу сделать его немного похожим на Блейса и Палача. Давайте наберём под этим Хауту 150 лайков. Будет круто, очень. Уже сделал каркас и заготовки под бёдра. Ну как заготовки, я их почти сделал так-то, только сзади ещё нет. Броню поставил как у Блейса. Она тут вписывается очень хорошо. Ну и как вы могли заметить, заготовки черно-бордовый. Ещё попробую добавить серебристого. Это было в плане. По поводу детализации тут её особо нет. Могу лишь сказать про вот эти коготки серебристые, да в общем-то и всё. Спустя эдак час доработал и доделал бёдра. Больше я их трогать не собираюсь. Как видите, закрыла руками мини-фигур, кругляшками и скосами. Сгибается. Я уже проверял вполне неплохо. А я тем временем пойду, конечно же, делать таз. Что же ещё? А вот и таз и небольшая техник-конструкция, на которую будет лепиться тело. Таз, как видите, бордовый. Такую деталь ещё не использовал. Кстати, что касается спины, дробаши, как я их называю, вошли идеально. Ещё прикрыл клыками. Едем дальше. Как я говорил в хауту с палачом, тело таких сэдэ, то есть сложных, я не показываю. По двум причинам. Первое, я хочу избежать плагиата конструкции. Второе, это ну очень сложно. Я делал кучу вариантов. Тысячу раз переделывал. Поэтому затянуться бы это всё на минут 20. Кому это надо? Никому. Голову поставил от скрала. Глаза вставил огонь. Вообще, у меня идея полностью обвесить его огнём для эффектности. Тело спереди очень детализированное получилось. Куча кисти мини-фигурок и злых роботов. Также мой любимый скос сюда хорошо встал. Сбоку и сзади ничего особенного. Разве что могу отметить то, как закрыл тело сверху. По-моему, эти топоры отлично сюда вписываются. Ладно, я пошёл придумывать дальше. А вы не скучайте тут. Начал делать руки. Пока соорудил конструкцию из техника на основе той, что была у палача. Но пытался не копировать её точь в точь, то есть полностью. Кстати, да, пока тут всё отлично гнётся. Сейчас я вам это и демонстрирую, как вы можете заметить. Хочу не перегружать конструкцию, чтобы всё так и осталось в плане подвижности. Вот и кисть подъехала. На моё удивление, обнаружил в себя громадное количество бордовых пальцев. Вообще не знаю, откуда у меня их так много. Как раз в тему, ибо моя самоделка бордовая. Ну как бордовая? Бордового, конечно, в ней мало. Но я стараюсь его добавлять по максимуму. Всё, рука готова. Правда, ещё хочу добавить огня немного. Сейчас пойду его искать. Именно мне нужен красный. Он, по-моему, выглядит более лампово, что ли. Если так можно выразиться, две огненные руки готовы. На вторую, как видите, тоже прицепил это классное украшение. Теперь, что делать с руками? Правильно. Примерять их на самоделку и смотреть, классно это выглядит или нет. Так это смотрится на самоделке. По-моему, очень даже ничего. Мне нравится. Прикрепляем вторую руку. Блин, упала деталь. Она тут совсем не держится. Не знаю почему. Вот две руки, другое дело. Встали как влитые. И вот буквально заготовочек, состоящий из пары деталей. Пойду обращу вот эту вот в нормальную голень. Заменил уже цвет на черный и добавил обвеса. Есть серебристый. И да, надо обязательно добавить бордовый цвет. Главное, не забыть. Есть еще такая ступня серого цвета. Очень даже подходит. Но я помню, что у меня где-то завалялись две такие черные. Надо бы поискать. Потому что серые, скажем честно, не очень-то и хорошо подходят. Тем временем сама голень готова. Про бордовый не забыл. Как видите, он тут присутствует. Правда, буквально две детали. Что изменилось? Закрыл по бокам и сзади. Ну и конечно добавил объема с помощью ступни Ван Небулы. И со ступней все это дело выглядит еще лучше. Мне очень нравится. Подумал, что нет смысла показывать, как я делал вторую голень. Поэтому уже сейчас вы можете содержать их вместе. Самоделка практически готова. Все элементы прикреплены. Получился Ялгор весьма устойчивым. Да, это его имя. Но мне кажется, что ему не хватает оружия. Еще я придумал, что он у меня будет воин и маг. Поэтому я пошел делать ему всякие прибамбасы. Ладно, это Рахи теряя оружие. Сейчас вы все поймете. И не надо на меня так косо смотреть. Мол, каким местом это похоже на Рахи вообще? Да, я сделал его. А именно летучую мышь весьма условно. Но мне просто хотелось придумать оригинальный способ для хранения клинков. Крылья мышки могут отсоединяться и превращаться в клинки. Это вы увидите в конце видео. Когда я прикидывал какое-то магическое оружие, сделал подставку. Это первый мой опыт, который очень понравился. Я всерьез хочу оставить ее и поставить Ялгора на нее и на полку. Благодаря тому, что я купил куда-то давно черепного лорда паука во втором экземпляре, подставка вышла прозрачной, в стиле персонажа. Сейчас я покажу вам, как он на ней стоит. Но прежде немного опишу ее. Ну что сказать, она украшена красными и оранжевыми элементами. Вот и все. А к моему удивлению, он стал стоять не просто хорошо, а очень хорошо. Да и она действительно подошла. Давайте я покажу ее со всех сторон. Следующую мышку вы видели. Время магического оружия. Это портал, из которого постоянно выходит огонь. Что это за прозрачные штуки рядом с ним, вы спросите. Я отвечу, что за них Ялгор и будет держаться. Появится имитация того, что он колдует, и портал висит в воздухе. Детали я эти взял из чимы и украсил огнями. А прозрачные купил в Лего Лэнди. Я думаю, вы все это помните. Смотрится впечатляюще. Портал подошел герою. В данный момент я покручу Бионикла еще раз. Только молча. Под музыку. Теперь, наконец-таки, все. Кроме того, что я не осветил подвижность. Что ж, ноги двигаются вбок. Сгибаются в колени. И ступни также очень хорошо движутся. С руками такая же ситуация. Голова, понятное дело, двигается, как и у обычной самоделки. На этом все. Вот так закончился халту на моего нового персонажа команды. Ялгора, мага и хорошего воина. Хотите больше самоделок? Давайте наберем 150 лайков. Я с вами прощаюсь. Далее пообычу вы увидите фотосет с ним. С вами был Лего Стоял номер один. Старался и делал для вас данное видео. Всем пока и удачи. Смотрим фотосет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok